Россия великодушно позволила забрать то, что видимо ей самой было не очень нужно. Ну а можно ли было спасти? Спасти весь флот? Вот чтобы сейчас не думать, что сделать с его остатками, Роман Бачкала записал откровения непосредственных участников событий. Не протокольное интервью, уникальные кадры, снятые ребятами-моряками, которые были на заблокированных кораблях. Специальный репортаж, которым мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Февраль 2014-го, Стрелецкая бухта, Севастополь. На пути украинских военных кораблей стали российские. Мы стоим заблокированы. Вот там показывают Курсир, Черноморского флота, МБ-23. Можно было спасти корабли, которые там остались? Конечно, в четверг сказать, чтобы с ним выйти. Все корабли были готовы. Возвращая тревога! Загруза нам уже подошли. 28-го числа, февраля прошлого года, пришел сигнал тревоги. Как бы корабли приготовились к выходу в море, практически вышли. Ну, причина как бы не была объяснена, было только сказано, что это переход в Одессу. Корабли собрались, начали выходить в море. И почти сразу от украинского командования был получен шокирующий приказ, смысл которого станет понятен спустя сутки. Мы простояли, ну, где-то в 50 метрах от причала на протяжении двух часов, и была дана команда, как бы, вернуться к стенке. Команда была действительно удивительная. Два тральщика, один ракетный катер, куча буксиров и малых катеров. Вечером уже 28-го, уже туда пришло несколько буксиров. На следующий день еще больше. В итоге они просто переградили нам бухту. Вот они встали на якорь, обвязались тросами, чтобы мы не могли с этого всего прорваться. То есть, как бы, если бы изначально сразу дали приказ, мы готовы были выйти все оттуда. И Приднепровье, и Хмельницкий, и Лузк, как бы. А вы понимали, что если вы там останетесь, то вы потеряете эти корабли? Ну, конечно, понимали. Все это прекрасно понимали. 1 марта командующий ВМС Денис Березовский перешел на сторону оккупантов. Но экипажи кораблей остались верными присяге. На корабле у нас не было оружия, То есть, мы сами заготовили там какие-то трубы для ребят в случае чего бы. Это видео впервые на экране. Оборона украинских кораблей глазами военных. Военно-морские силы укрепляют уязвимые места, делают себе места обороны. Желаю, здорово, дождь, над ветром! Строились на юте. Давайте все, короче, вот, это наш корабль. Мы должны его защищать и все остальное. Вот, как бы, были настроены многие. После этого началась 28-дневная наша осадок. Это наше пополнение. Пять чудесных котят. Спят и даже не представляют. Они тоже попали в историю. Нашу товарищу сослуживцу сегодня ночью. Родилась дочь. Прокодилов, Каба! У моряков есть традиция. Если родилась дочь... Я не думаю, что россияне там, они бы там стреляли или еще что-нибудь. Может быть, потолкались, да. Почему они и нагнали судов вот этих вот, буксиров, которые имеют большую мощность, да, скажем так, и все остальное, ну, имеют двигателей. То есть они толкали бы, пытались вытолкнуть нас на берег, на мель посадить и так далее. Мы бы просто вышли и пришли в пункт базирования Одессы. Со своей техникой. Я знаю, Славутич пытался, они там маршруют Тернополь. Был такой момент, когда, по-моему, Славутич хотел выйти за гражданским пароходом. Они стали к ним в кельваторный строй, но буксиры заблокировали путь и гражданским. То есть пока Славутич обратно не встал на свое место. Сам Артем стал жертвой так называемой самообороны. Молодчиков с дубинками, затеявших драку. В пророссийских сюжетах коренного севастопольца Артема прозвали киевским мальчиком с оружием. Нет, ай, нет! Меня показывали, как проплаченного гундеру, приехавшего с Киева, привезшего оружие в Севастополь для провокации, где я блил себе красной краской голову. Тем временем знаменитый Гетман Сагайдачный только отшвартовывался от берегов Сомали. Там фрегат участвовал в международной операции по борьбе с пиратами. От судьбы флагмана военно-морских сил фрегата Гетман Сагайдачный во многом зависела и судьба военного флота. Куда возвращаться из далекой Африки? В порт приписки Севастополь или на новую стоянку в Одессу? Это была дилемма. Когда экипаж дошел до Босфора, пришлось принимать тяжелое решение. Куда? Одесса, Севастополь. Контрадмирал Тарасов на тот час збирал весь экипаж, рассказал про ситуацию в стране, что на нас ждет, что командованием принято решение все-таки идти в Одессу. Корабль был в полной боевой готовности, даже больше, чем в самом походе, потому что знали, что агрессор будет ждать, и ждать будет не на пиратских шлюбках, а будет ждать на фрегатах. Готовался до самого наибольшего. Ракетный крейсер Москва мог перехопить Сагайдачный и отшевротить опорное базование Севастополя. Дабы избежать встречи с Москвой, Сагайдачный направился в Одессу через территориальные воды Болгарии. Через 5 минут изменить курс. Влево, лечный курс 275. Россияне такого явно не ожидали. Я знаю по нынешних фактах, которые потом произошли, что командира именно ракетного крейсера Москва взяли. За то, что он не встал реагировать, и с маневренными действиями Сагайдачный просто отрывался, и на шаленой скорости прибыл в Одессу. Моя думка, если бы его не было бы тут, сейчас в Одессе, может быть, не было бы тут вообще моряки. Фрегат в Севастополе играл очень важливую роль и играл в Нині и в Одессе. На флагман равняются все. Все знают, что флагман – это ватажок. Пару слов для истории. Первое, второе. Слово Украине. Героям слава. Последним украинский флаг опустил корабль управления «Славучич». Это случилось 23 марта. Вот уникальные кадры, снятые моряками. Давайте, давайте выпьем за... Это уже, наверное, последний спутквагон. Да, давайте, ребят. А сколько у нас вообще кораблей осталось? Я вам, честно сказать, сейчас не смогу ответить на этот вопрос. Боевых кораблей у нас осталось, если учитывать корвет «Винницу», то два, три, четыре корабля. А потеряли мы сколько? Потеряли мы очень много судов, мы потеряли полностью все противолодочные корабли. Там же остался корабль управления «Славучич», десантный, большой десантный корабль «Ольшанский», оба «Тральщика» и «Черкасса», и «Чернигов». Ну, мы потеряли, можно так сказать, боевое ядро флота. Все осталось в Крыму. Где они сейчас, неизвестно. Кораблей нет ни в Стрелецкой бухте, ни у других причалов Севастополя. Скорее всего, наши катера и корветы в доках судоремонтных заводов, где их превращают из украинских в российских. Роман Бачкала, Василий Миновщиков, Олег Ерофеев и Ирина Дьяченко. Подробности недели. Телеканал «Интер». Телеканал «Интер».